Пятого апреля в актовом зале Центра Уникум состоялся завершающий этап муниципального конкурса «Ученик года-2024». В нем приняли участие четыре ученика буйских школ. В номинации «Лучший ученик основной школы», то есть девятого класса, участницей испытания стала Мария Магомедова, учащийся школу номер один. В номинации «Лучший ученик средней школы 11 класса» Виктория Кашина, школа номер два, Максим Кораблев, школа номер девять и Анастасия Леонова, школа номер тринадцать имени Рудольфа Александровича Наумова. До выступления на очном этапе конкурса участники уже приняли в конкурсе «Профолио» и в «Интеллектуальном». На выступлении учащиеся представили самопрезентацию, видеоролики, творческий конкурс. Все они были посвящены семье, поскольку 2024 год объявлен в России годом семьи. В состав жюри конкурса вошли Ольга Валентиновна Валенкова, начальник отдела образования городского округа город Буй, Любовь Васильевна Бочегова, заведующая информационно-методическим центром отдела образования, а также Дмитрий Леонидович Федоренко, директор Буйского техникума градостроительства и предпринимательства, Наталья Лидовна Понасюк, главный редактор телеканала ТВ-21 «Буй», Ольга Александровна Киселева, директор центра «Уникум». Цель конкурса – выявление и поддержка интеллектуально-творчески одаренных, социально-активных, обучающихся средних общеобразовательных школ города. Своими задачами конкурс ставит формирование позитивного образа современного ученика, расширение условий, способствующих самореализации обучающихся, развитию их познавательной активности, гражданской инициативы и лидерских качеств, развитие новых связей, социальных коммуникаций в среде сообщества образовательных организаций. Уважаемые коллеги, уважаемые участники конкурса, руководители, педагоги, мы рады всех приветствовать на этом прекрасном конкурсе ученик года. Конечно, в череде школьных событий – это конкурс один из важных, который проходит в конце учебного года. И быть участником конкурса ученик года – это очень почетно и важно. И сегодня у наших конкурсцентов появилась такая прекрасная возможность. Конечно, ребята, ваши достижения уже в спорте, в культуре, в волонтерской деятельности, в учебе, уже на различных мероприятиях были объявлены, да, и многие победы вы получили в этих конкурсах. Поэтому, наверное, достойно представляли все и сегодня свои учреждения. Хочется сказать, что очень сложно было сегодня жюри выбрать лучшего из лучших, а вы уже являетесь победителями в своих учреждениях. Но конкурс есть конкурс, и, конечно же, мы готовы сейчас представить вам результаты. Ну вот слово передаю еще Дмитрию Леонидовичу, несколько фраз может сказать, а далее уже награждение. Спасибо большое, активно. Ребята, мне хотелось сказать в первую очередь то, что вы все победители только потому, что у вас такие замечательные семьи. Вы знаете, слушать то, как вы расскажете о своих семьях, как мне, как родителю, я думаю, и всем взрослым, кто здесь присутствовали, было очень приятно. Потому что вы не просто говорили какие-то заученные слова, было видно, что вы это все проживаете, вы так чувствуете и так относитесь к своим семьям. Поэтому вы уже победили все однозначно и можете быть уверены в том, что у вас всех ожидает счастливое будущее, я в этом не сомневаюсь. На самом деле, я четвертый год, кажется, уже вхожу в состав жюри, и в этом году впервые были такие равные баллы по первым двум конкурсам, непрезентационным, по портфолио и по интеллектуальному. По интеллектуальному у старшей школы вообще один балл разницы между вами, такого никогда не было, всегда кто-то был в лидерах. И по портфолио вы тоже все ровно, там буквально 2-3 балла разницы. Это говорит о том, что вы все достойные и все очень успешные, очень активные, очень умные, молодые люди. Присутствовать на этом конкурсе мне всегда очень приятно. Это не развлекательное мероприятие, но я всегда сижу, улыбаюсь, может быть, слегка ненормальным порой выгляжу, потому что я просто счастлив за то, что у нас такая прекрасная молодежь. И этот конкурс ученик года всегда, он такой позитив вселяет в том, что будущее у нас будет прекрасно. Я вам желаю воспринимать результаты, которые произошли, мы сегодня огласим, всего лишь как этап какой-то в вашей жизни и продолжать не останавливаться, идти к своим целям и добиваться побед. Всего вам доброго. Еще добавить и поблагодарить, конечно, ваших наставников. Ведь просто так прийти и участвовать в конкурсе, наверное, сложно. А когда рядом наставник, когда рядом тот человек, который может направить, подсказать, помочь, это, конечно, те люди, которые были с вами. С вами были ваши родители, с вами были ваши педагоги, классный руководитель и огромное вам спасибо, уважаемые коллеги. Призерами конкурса стали одиннадцатиклассники Виктория Кашина из второй школы и Максим Кораблев из девятой. Победу завоевали Магомедова Марьян, ученицы девятого класса, школа номер один, и Леонова Анастасия, ученица одиннадцатого класса, тринадцатой наумовской школы. Организаторы благодарят всех участников конкурса за прекрасное выступление и достойное представление своей школы, педагогов-наставников за подготовку участников конкурса. Диплом вручается Магомедовой Марьян, обучающейся девятого класса школы номер один, лучшему выпускнику основной школы, как победителю муниципального класса. АПЛОДИСМЕНТЫ Поздравляем. И хочется сказать, это подарок, и хочется сказать, вот уважаемые коллеги, конечно, вот прекрасное выступление было, и Марьян, тебе удачи. Ну, надеемся, что в областном комплексе ты будешь представлять не только свою школу, но и наш город. Очень колоритно, очень изысканно, просто, ну, приятно. В стихотворной форме, а самое главное заслуженно, комиссия жюри принимали решение, все-таки Марьян будет призер или победитель. Вот Марьян, она достойно заняла первое место, она на самом деле заработала до звания победителя. Ты большая мать. АПЛОДИСМЕНТЫ Диплом вручается Леоновой Анастасии, обучающейся 11 класса школы номер 13, лучшему выпускнику средней школы, как победителю муниципального класса. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Моя ученица с первого класса. Спасибо. Разгоняйте. Спасибо, конечно, сложно было оценить. Еще раз повторюсь, но результаты... С небольшим перевесом, буквально несколько баллов, но также достойно были представлены. И видео о семье совместило и душевность семейного очага, и рассказала о работе своих родителей, и также замечательно представила себя и высказала свое мнение в интеллектуальном культуре. Ты большая молодец, успех тебе подошел. АПЛОДИСМЕНТЫ В различных конкурсах, наверное, испытаний, да, испытания ждут и по итоговой аттестации. Удачно сдать экзамены и выбрать те учебные заведения, где бы вы могли хорошо учиться и быть настоящими людьми, настоящими патриотами своей страны. Успехов и удачи! Уважаемые коллеги, не было бы таким, наверное, ярким сегодня представлением, это мероприятие, если бы не наши дорогие ведущие. И не просто ведущие, это воспитанники Центра Уникум и учащиеся педагогического класса. Тоже небольшую практику проходят и на сегодняшнем мероприятии. Кроме этого, они еще и активными участниками являются различных конкурсов и Олимпиад. И хотелось бы сейчас вручить дипломы. Диплом призера в Олимпиаде знатоки леса и также диплом призера в Олимпиаде по педагогике награждаться Смирнова Надежда Вадимова. И два подарка от КГУ. Диплом призера в Олимпиаде знатоки леса и награждаться Тараканова Варвара Надежда Вадимова. Волнение очень сильное, очень сильно волновалась, но собралась в один момент и получилось. Рада? Очень рада. Готовилась? Да, мне помогала семья, мой классный руководитель, учителя из школы тоже, педагогический состав очень сильно помогал, учитель за меня переживал. А одноклассники? Одноклассники тоже помогали, они мне, вот перед тем, как уйти, они мне все пожелали удачи. Все сбылось. Да. Я считаю, что такие конкурсы нужны обязательно, хоть тут даже идет речь не только о конкуренции, тут идет речь о том, что мы активно развиваемся даже в нашем городе, то есть все равно конкуренция есть и хотим узнать, кто лучше, может быть даже. Что пожелаешь всем, кто когда-то будет еще участвовать? Беспокойствие, главное собраться и все будет хорошо. Марьян у нас уникальная девочка, она большая умница, она большая труженица у нас, постоянно принимает активное участие в конкурсах краеведческого уровня, вот краеведение, любовь к родному краю, у нее, конечно, достаточно на высоком уровне. Мы очень рады, что Марьян сегодня достойно представила нашу школу на муниципальном уровне, желаем ей отлично выступить на областном, ну и надеемся, что все у нее получится и все будет хорошо. Я работаю с этим классом с пятого класса, то есть пятый год, практически я знаю Марьян, девочка она очень работоспособная, умница, умеет в нужный момент собраться и сделать вот такой рывок хороший, который вот сегодня как раз и привел ее к победе. Показала себя? Да, 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 она молодец, она умеет собраться в самую такую ответственную минуту и выступить. Вообще этот конкурс, это, конечно, большой шаг, большой шаг для нее в жизни, умение выступать, умение себя показать. Мы желаем удачи Марьян. И родителей, правда ведь? И родители, да, конечно, большие молодцы родители. Мама, умница, которая поддерживает всегда Марьян в любых начинаниях, в любых конкурсах. Вообще это все было видно. Неожиданная для меня победа, я очень счастлива. Хочу огромное спасибо сказать всем организаторам и, главное, своей семье. Так, а что скажет наставник? Наставник первого класса. Настя пришла ко мне в первый класс. Девчонка была всегда очень скромная, тихая такая, вот, но с хорошим таким характером, стержнем хорошим. Целенаправленно, спокойно. Шла вперед, как она сегодня говорила, нужно каждый день хотя бы делать маленький шажок. Но вот у нее сегодня получился не маленький шажок, а довольно большой шаг. Я очень рада за Настю, я поздравляю ее с этим успешным выступлением. Ну, надеюсь, она также прекрасно покажет себя и на областном конкурсе. Буду стараться.